Уже назначена дата голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации. По приглашению рабочей группы в Москве, я как делегат от Муфтията принимал участие в круглом столе по обсуждению внесения поправок в Конституцию, на котором были вынесены на обсуждение реальные вопросы и предложения. Одна из таких поправок – это поправка, уточняющая статус семьи и брака. Защита института брака как союзом мужчины и женщины. Этот пункт был воспринят всеми с одобрением. Мы видим, как за последние годы в ряде европейских стран стали с одобрения закона вмешиваться в семью, появляться однополые браки и тому подобное. И как это пропагандируется как нормальное явление общества. Такое определение семьи как союза мужчины и женщины исключает нетрадиционные формы семьи, ведущие к деградации общества. И никто не будет спорить с тем, что семья и дети очень важны для будущего страны. Поправка, о которой нам следует также знать, это поправка, включающая в Конституцию веру в Бога. Напомню, что в нынешней Конституции РФ нет ни слова о Боге. Считаю, что поправка, связанная с упоминанием веры в Бога, сегодня очень своевременна. Для верующих людей оно имеет огромное значение. Ведь нам, как никому другому, известны плачевные моменты истории, когда верить в Бога было запрещено тем же законом. Когда верующий преследовался законом и был вынужден скрывать свою веру, а власть имущей должен был быть только атеистом. Достаточно спросить у наших отцов и дедов, они это все помнят и вряд ли забудут. Мы с вами должны понимать, что есть поправки, которые дублируются законами, но закон можно изменить большинством депутатских голосов. А здесь будет решать народ. Некоторые люди говорят о том, что даже не видели этих поправок и не знают сути ее. Но давайте, прежде чем выносить свое решение, мы же выделим время, прочитаем и изучим их. Они есть в интернете, в открытом доступе, чтобы мы могли принять здравое и верное решение. Мира вам, милости, благословения Всевышнего Аллаха. Ва саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату.